Всем привет, друзья! Всем привет! Как вам нравится сегодня мой вид? Вот и я с вами в маске сегодня. Видите, до чего дошло? Красота неописуемая. Англичане, как обычно, очень долго настраиваются. Долго запрягают. Не только русские, но и англичане тем более. Очень долго запрягают. И вот, в конце концов, после того, как у нас вроде карантин закончился, после того, как карантин закончился, нас теперь заставляют маски носить. Везде при входах в магазин лежат маски. Ну или свою приносите. Везде при входах в магазин написано, что надо надевать маску теперь. Так что вот дожили. Повторение карантина, наверное. Повторение. Вторая волна идет. Говорят, во Вьетнаме вообще страшное дело. Как мне надоело про это рассказывать. Но вот приходится опять. Представляете, до чего дошли. Сейчас я вам расскажу еще не только это. Я же вам сейчас расскажу про свою квартиру. Я мотаюсь, бегаю, поэтому и маску не снимаю. Что у меня беготня сплошная по квартире. Ну, сначала я хочу вам рассказать. Вот я как раз приехала сюда, жду. Сейчас подойдет риэлтор, знакомый уже мой. И он мне покажет квартиру. Представляете? Вот сейчас, чтобы вы понимали, какие здесь квартиры представляются. И как они выглядят. И что эта квартира стоит 55 тысяч фунтов. Вот сейчас посмотрим, друзья. Я вам переведу потом. Но просто интересно, чтобы вы имели представление, какие здесь цены. Вот здесь по лестнице наверх карабкаемся. Сейчас будем смотреть. Все показываю. Какие страсти. Смотрите, Боже, еще одна лестница. Вот так вот карабкаться. Ну и говорят, что маленький очень. Сейчас посмотрим. Here we go. Ага, I see. All right. And what about heating here? There's nothing at all. It is the same. Not heating. Not hot water. It's a bedroom. It's just as a normal living room. It's not bad, to be honest, for me. If it stays heating, I would like to buy, but not heating. Look at here again. Rubbish again. Okay, kitchen. Wow, wow, wow. Kitchen, but not... Not washing machine, not anything. Not, it's neat to repair as well. Oh, gosh. And any garden? No, the garden downstairs belongs with the basement flat. Any garden you can use is the Vernon Square Garden opposite. It's a... Commonal garden, you mean? No, opposite. It's Vernon Square Garden. Ah, no, it's not garden, it's just like park for me. Yeah. Well, okay. And this... Aha. It's... It's need to repair everyone. Rubbish, rubbish, rubbish. Oh, gosh, look at that. No, what you mean, yeah? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. And what price? The asking price is 50, isn't it? What is 50? 55. 50? 55 is the asking price. And, uh, let's hold. Uh, it is... Can you give me full information, please? And it's a small corridor for any others? Yeah, no, there's two flats there. So one and two. Who live here? I've never seen. You don't know? No. Um, the lease was 125 years in 2005. So you've got 115 years. 110. 125. Minus 15, 110. Yeah, and the maintenance is 170 a year, and the ground is 5 pounds a year. Ну, вот, друзья, вы сами все видели. Вот я показываю, как на брошюре у них выглядел этот дом. Замечательный, большой, прямо в самом центре райда. И я подумала, что именно вот посредине вот этот вот вход, это как раз та квартира. Но оказалось, что ничего подобного. А еще почему я пошла посмотреть эту квартиру, потому что мне это агентство, через которое я продаю свою, они мне предложили вот эту квартиру. И сказали, что в два раза дешевле, чем ваша, у вас будет еще останутся деньги. То есть замечательно. Если вы там сделаете ремонт сами, то как бы все у вас замечательно и получится. А я сейчас все квартиры, которые буду смотреть, я все их буду снимать на видео. И мало того, что я вам их буду показывать, но я еще и сама, чтобы запомнить, откуда что получается. Поэтому, друзья, если вам интересно, конечно, я буду вас держать в курсе событий, как я ищу эту квартиру себе. А вот эту я почему вам показала? Потому что, чтобы вы имели немножко представления. Вот представляете, что она на русские деньги, вот та вот малюсенькая студия, абсолютно никакая, которой нужно делать ремонт, и в которой 9 квадратных метров вот эта комнатушка, и все. Ни отопления, вообще ничего, ни воды. Надо всю сантехнику ставить. И вот такая вот разбитая квартирушка стоит больше 5 миллионов рублей, да? Понимаете теперь, какие здесь вообще цены. Ну вот и поэтому тоже. Я считаю, что жизнь все-таки одна как-то, знаете. Хочется уже пожить для себя, хочется пожить нормально. Поэтому я решила, нет, я не хочу в таких условиях жить. Я буду все-таки искать себе что-то поприличнее. Может быть, да, на севере. Ну а почему бы и нет? В принципе, на севере тоже люди живут. И вот вы знаете, я даже посмотрела, конечно же, я сейчас как сумасшедшая гуглю все квартиры, заказываю себе просмотры, ищу агентства. Ну ничего, все это потихонечку, конечно, я сделаю само собой. Еще и девочки мне помогают, мои прекрасные подписчицы, вот, мои друзья уже, которые давно на моем канале, они мне советуют что-то, они смотрят тоже, что-то может быть для меня. Вот, поэтому я буду вас держать в курсе, кому интересно, еще раз говорю, и посмотрим с вами, что я все-таки найду. Я сейчас заказала в четверг, поеду смотреть в Портсмассе 4 квартиры. Здесь начинаю с самых ближних точек, вот, потом, может быть, дальше буду. Вот то, что я в Портсмассе 3 квартиры буду смотреть в четверг, я, конечно же, вам всех сниму их на видео. И мы с вами снова посмотрим. Конечно, наш остров прекрасен. Конечно, жить здесь может быть интересно. Но для меня уже стало скучно. Я недаром ведь сказала вам, друзья, что я хочу менять свою жизнь каждые 6 лет. Может быть, 12 лет. Вот так вот рекомендуют, например, японцы. Ну вот, это почему такое происходит? Потому что я водолей. Если кто-то тоже водолеи на моем канале, то наверняка они тоже знают, что водолеям необходимы постоянные перемены. Иначе они начинают грустить, тосковать и загнивать, как я это называю. Ну вот, все это вместе взятое. Поэтому, понимаете еще какая история? Меня ведь ничего не связывает. Я свободна, как ветер. Ой, что-то у меня там сумка тяжелая. Тащу еще и сумки, домой иду. Так вот, я говорю, я свободна, как ветер. У меня работы нет. У меня нет никого здесь поблизости. Поэтому я могу в любое место переехать. То, что мне понравится, к чему душа ляжет, на то и остановлюсь. Но еще потом, понимаете, все равно вот надо мне будет проехаться точно так же, посмотреть все это, какие-то места хорошие. Мне уже девочки насоветовали. Очень много мест тут разных. Ну, конечно же, Оксфорд, Кембридж, вот Коцтвуд, Ридинг. Мне посоветовали Суррей. Мне посоветовали Милтон Кэнс. Ну и потом, сама я знаю еще много мест хороших. Вот Бас, в частности, мне тоже нравился город. Бристоль неплохой. Хочу всем передать большой привет и огромное спасибо тем, кто меня поддерживает, тем, кто смотрит и интересуется, что у меня происходит в жизни. Ну и еще, друзья, я хочу вам все-таки рассказать с самого начала всю эту историю, как я дошла до жизни такой. Понимаете, я ведь не сразу решила вот так вот спонтанно. Просто я вам не говорила. У меня эти мысли уже были давно, крутились давно в голове. А потому что здесь, как я сказала, все-таки скучно. Красоты, они, конечно, красоты, но скукота невозможная на острове. Одни пенсионеры. работы вообще не найти. Уж насколько я бегала кругом. Я очень деятельная, мадам, как, может быть, вы уже знаете теперь. Но ничего я не могла найти. Ну вот эти вот отели, ну это не то все. Ну, потом вот вы слышали, как я разговаривала с молодежью, что они говорят. Они говорят, что точно то же самое. Ну, застой. Всем нужно ехать на материк. Поэтому я же говорю, что я свободна, как ветер. Почему бы мне не попробовать пожить там? В конце концов, если уж на то пошло, то вернуться я всегда успею. Ой, блин, хотела кофе здесь попить. А кафе закрыто. Я, друзья, извините, конечно, маску снять не могу, потому что я хожу с вами по магазину. Здесь запрещают ходить без масок и могут даже оштрафовать. Поэтому хожу только в маске. Ну и еще хочу сказать, что я ведь квартиру свою ту, я ее выставляла на продажу уже много-много раз. Вот сейчас вам покажу, что у меня было. Вот видите, вот такая попа была. Вот такая попа была, потому что квартиру я не могла продать. Наверное, в течение года она была выставлена на продажу. И только вот совсем недавно, после карантина, она продалась. Поэтому все идет, как идет, все идет правильно, и все идет своим чередом. Ну а я, друзья, посмотрите, привела вас в чудесное место. Это место, место силы. Здесь очень сильная энергетика. и я специально пришла сюда с вами. Я хочу, чтобы у всех у нас сбылись мечты и желания. Кто что хочет, кто чего желает, самые заветные мечты. Давайте загадаем и повторим несколько раз про себя. И я вас уверяю, что обязательно сбудутся все ваши мечты. И я хочу, чтобы было как можно больше счастливых людей на свете. А на этом, друзья, всего вам доброго. Увидимся. Я уже пришла домой, поэтому пока-пока. -пока-пока-пока-пока.